Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Коптер Тайм, очередной выпуск Drone News специально для вас, и для вас, и еще для тебя. Поехали! Уроки по беспилотной авиации могут включить в школьную программу. Предлагается обучать детей устройству беспилотных летательных аппаратов на примере реальных коммерческих беспилотников и ПО для них. А также рассказывать о сферах применения беспилотников, не только фото- и видеосъемка и гонки, но и сельское хозяйство, кадастровый учет, строительство, поиск полезных ископаемых, мониторинг различных объектов и спасательные операции. Будут ли для этого создавать отдельный предмет или часы будут выделять в рамках существующих дисциплин, пока, к сожалению, не ясно. Дальность полета российского дрона-спасателя увеличили в 6 раз. Модернизация изделия заняла целых 3 года. Обновленная версия дрона называется Seadron MG. Гибридная версия на бензиновом двигателе. Прежняя версия была способна летать до 30 минут. Новый аппарат способен летать 2,5 часа с дальностью до 100 км. Дрон предназначен для поиска грузов и спасения тонущих, а также может работать в северных широтах. И, друзья, снова запреты. На этот раз Тверская область. Временный запрет на использование беспилотников пока что до 15 мая 2023 года. Дальше будут смотреть по обстоятельствам. Но еще и Бурятия также ввела запрет на использование беспилотников. Пока с открытой датой. И, кстати, друзья, кто углубленно изучает беспилотники, приглашаем вас на конференцию технологий Геоскана 2023. Там вы можете познакомиться с лидером отечественного гражданского рынка беспилотных авиационных систем, его подходом к работе, масштабными проектами и технологическими решениями. Мероприятия включают в себя доклады более 20 экспертов Геоскана на такие темы, как Всевидящее ОКО кадастрового учета. Самый масштабный в мире проект с применением беспилотных авиационных систем. Мультиспектральная съемка в сельском и лесном хозяйстве. Дата и время проведения 11 апреля с 10 часов утра до 18 вечера по Москве. Место проведения. Город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12. Конгресс-зал Центра международной торговли. Формат участия бесплатный, очный или онлайн. Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно по ссылке, которую мы оставляем в описании. Удачи! Весеннее обновление от компании DJI. DJI выпустила новые пакеты программного обеспечения для большинства популярных дронов весом менее 250 грамм. Данное обновление не является базовой оптимизацией или исправлением ошибок, но содержит некоторые полезные новые функции. Обновление DJI Fly. Сначала выпустили версию 1.9.8, которая получила поддержку новых продуктов Google's Integra и RC Motion 2. Также потоковую трансляцию очков в реальном времени прямо из приложения. Затем выпустили версию 1.9.9. Видимо, в версии 1.9.8 были некоторые ошибки. Также обновление получил дрон DJI Avata. Обновление прошивки под номером 010300, которое делает дрон совместим с новыми периферийными устройствами и вводит несколько функций для повышения безопасности полета. Также обновление выпущено для DJI Goggles 2, DJI Goggles V2, DJI FPV Remote Controller, DJI Motion Controller и для новинок DJI Goggles Integra и RC Motion 2. Добавлены функции безопасности. Подсказка высоты над уровнем моря после обновления домашней точки. Визуальные подсказки, когда сигналы дистанционного управления или передачи изображения слабые. Только при использовании DJI Goggles 2 и Integra эта функция работает. Обратный отсчет Retuned to Home при низком заряде батареи продлен до 15 секунд. Еще из интересных обновлений. Обновление DJI Mini 3. Версия 01.00.0.200. Появилась возможность сделать 48-мегапиксельные фотографии в формате RAW. Обновление DJI Mini 3 Pro 0.1.00.0.500. Теперь можно настраивать максимальную горизонтальную скорость, максимальную скорость набора высоты, максимальную скорость снижения, максимальную угловую скорость, плавность и чувствительность к торможению. А также можно настраивать экспозицию и плавность наклона. Обновление для дронов Mini 2.0.1.0.7.0.200 и для Mini 2 SE 0.1.00.0.360. Для всех обновленных дронов Avato, Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 2 и Mini 2 SE доступна новая функция. Можно сбросить настройки и стереть все данное о дроне в разделе настроек. Переходим к следующей не менее интересной новости. В сети появились картинки будущей новинки DJI Mavic 3 Pro. Версия сразу с тремя камерами. Но что они делают и как работают пока, к сожалению, неизвестно. Настоящие эти фотки или первая пресская шутка покажет время. А пока насладимся мемасиком. А где Mavic 3 S? Почему его не выпускают? Вообще непонятно, что это значит Pro. Он же и так как бы... Ну он как бы... Ну, Сайн. Ну да. Да, а тут еще и типа... DJI опубликовали у себя на сайте анонс нового продукта. По данной картинке, которая там... Честно говоря, сложно сказать, что же все-таки публикуют 13 апреля в 16.00. Какие ваши варианты? Пишите в комментариях, потом посмотрим, кто из вас угадал. DJI выпустили небольшой фильм о своей станции под названием DJI DOG. Станция, которая создана для работы днем и ночью и в любую погоду. Комплекты DJI DOG представлены в двух вариантах. С DJI Matriz 30 и с DJI Matriz 30T. DJI DOG может разместить на себе дрон, позволяя ему приземлиться, перезарядиться, взлететь и выполнить задачу, запрограммированную в DJI Flight Hub 2. Можно планировать задачи, создавать и редактировать маршруты полета, управлять созданными данными и так далее. Быстрая зарядка и взлет. Благодаря вентиляции охлаждающий аккумулятор дрона позволяет зарядить от 0 до 90% всего за 25 минут. Правда, ресурс аккумуляторов при этом снизится, конечно, потому что быстрая зарядка всегда пагубно влияет на аккумуляторы. Но, тем не менее, зато задачи свои вы сможете выполнять намного быстрее. Устройство весит меньше 105 кг, а отмеченная зона составляет менее 1 квадратного метра. Установка требует заземления, доступа к источнику питания и интернету. Характеристики DJI DOG. Степень влагозащиты IP55. Рабочая температура от минус 35 до плюс 50 градусов. Есть также защита от перенапряжения. Резервный аккумулятор рассчитан на работу до 5 часов. Есть активный контроль температуры для безопасности дрона и быстрой зарядки. Интервал зарядки около 6 месяцев. DJI DOG также имеет оборудование, улучшающее функциональность. Широкоугольная камера видеонаблюдения. Встроенная метеостанция. Слот для карты сети LTE. Также есть внутренняя всенаправленная антенна. Модуль РТК. Слот для расширения облачных вычислений. Ford Motor Company стремится расширить список применения беспилотных летательных аппаратов. Согласно патентной заявке, Ford создал схему, с помощью которой водители, в машинах, в которых сел аккумулятор, могут быть спасены с помощью беспилотников. Многие водители не возят с собой провода, да и не всегда останавливаются, чтобы помочь. А так, дрон прилетит и прикурит ваш автомобиль. Фига себе, какой там аккумулятор-то должен быть. Валитражка, если какая-нибудь, то ладно еще. Не загорелся. Да, да прикинь. Прилетел. Такой, спасибо. Британец, угрожавший пистолетом пилоту-беспилотника, ожидает вынесения приговора. Инцидент произошел 22 августа 2022 года, когда мужчина, размахивая пистолетом, угрожал агенту по недвижимости, снимающему с беспилотника местные дамы. Местные СМИ сообщают, что во время судебного заседания мужчина признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия в общественном месте без законного разрешения и веских причин для этого. Калифорнийская компания по доставке беспилотниками Меттернет получила разрешение, которое позволяет ей управлять беспилотниками в соотношении 20 к 1. Один удаленный оператор на 20 беспилотников. Согласно этому разрешению можно летать вне поля зрения удаленного пилота только на испытательном полигоне Меттернет в Питтсбурге, в штате Калифорния. Двое мужчин, найденные спящими на крыше ночного клуба «Линкольн», были разбужены полицейским беспилотником. Их увидели рано утром с помощью прожектора беспилотника и разбудили, и затем благополучно сняли с крыши. Переходим, друзья, к рубрике «Советы». И сегодня поговорим о том, как работать со светом при аэрофотосъемке. Шесть приемов для красивых кадров. Правильный свет может трансформировать фотографию из обычной в очень красивую, ну или вообще потрясающую. Первое. Силуэты перекрытия солнца. Создание кадров, где силуэты закрывают солнце – отличный способ выделить объекты. Простой способ создать такое изображение – поместить объект перед заходящим или восходящим солнцем. Таким объектом могут стать люди, птицы или здания. Второй принцип – режим золотой и голубой. В разное время дня горизонт украшен различными цветами. Золотые часы – рассвет или закат, когда объекты освещены мягким светом. Это отличное время для съемки потрясающих пейзажей. Голубые часы – это время, когда солнце почти скрылось за горизонт, в этот момент атмосфера наполняется насыщенным синим цветом. Этот момент позволяет снять смешение естественного холодного света заката и теплого света фонарей искусственного освещения. Третий принцип – свечение или отраженный свет. Все, что нужно – это дождаться голубого часа, направить камеру на объект, при этом отвернув ее от прямого солнца. Этот момент длится от 5 до 10 минут, так что держите технику на готове, чтобы успеть сделать нужные кадры. Четвертый принцип – глубина или создание многоплановых изображений. Разные условия освещения создают ощущение объемности пространства. Более светлые объекты позади и более темные на переднем плане. Наиболее эффективная схема. Экспериментируйте с этими эффектами, чтобы добиться ощущения глубинной фотографии. Пятый принцип – перекрытие, рассеивание света облаками. Вы можете создавать даже черно-белое изображение, чтобы сделать фотографию более выразительной. И шестой принцип – вода и отражение. Свет вступает в взаимодействие с водой, давая безграничные возможности для творчества. Выберите правильную высоту, чтобы избежать переэкспонированных кадров. Теперь переходим к рубрике под названием «Вопрос-ответ» и поговорим о том, какие дроны DJI имеют Remote ID. Remote ID – это функция, которая позволяет беспилотному летательному аппарату в полете предоставлять информацию о своей идентификации и местоположении другим сторонам. Это можно сравнить с цифровым номерным знаком для беспилотника. Беспилотный летательный аппарат может либо иметь встроенную функцию удаленной идентификации, либо быть оснащенным внешним устройством для обеспечения соответствия данным требованиям. Компания DJI оснастила свои дроны этой функцией, выпустив обновление встроенного ПО, чтобы привести большинство своих новейших дронов в соответствие этим требованиям. Касательно Remote ID. Итак, какие же дроны DJI в настоящее время имеют удаленный идентификатор? В настоящий момент список содержит 16 дронов, которые вы сейчас видите на своем экране. Переходим к самой красивой рубрике нашего канала под названием «Место на карте». И сегодня мы поговорим про русский мальдивы. Блявинская медно... Давай еще раз, я не буду смеяться. Я буду. Блявинская медно-колчеданная месторождение расположена в 7,5 километрах к северо-восточной города Медногорск в Оренбургской области. Месторождение Блява было обнаружено в 1929 году, когда местный житель Антипин, работающий по заданию начальника Халиловской ГРП Рудницкого, обнаружил выходы бурых железняков. В 1931 году Разумовский отнес их к бурым железнякам железной шляпы Халчеданного месторождения. Его открыли в 1933 году. В 1972 году, после выработки запасов руды, карьер был закрыт. Всего с 1934 по 1971 годы на Блявинском месторождении было добыто порядка 20 миллионов тонн руды. А на этой прекрасной Блявинской ноте наш выпуск подошел к концу. Если он вам понравился и был полезен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и не забывайте подписываться на нашу соцсеть. Там тоже много очень интересного и периодически проходят интересные конкурсы. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!